И яхуды говорили в Медине Мы в этот день постимся Благодаря Аллаха На что пророк Мухаммад сказал У нас больше прав на Муса Чем у вас И сказал Победал Сахабам поститься в этот день Благодаря Аллаха За это И сказал Если я живу до следующего года Я буду поститься 9-й день И 10-й 9-й день Ашура будет четверг 10-й день будет пятница Следующая пятница Будет день Ашура Поэтому если человек сможет четверг и пятницу Поститься, это хорошо Или пятницу и субботу Или три дня Но если не сможет, хотя бы один день Пророк Мухаммад сказал Посланник Аллаха Пост в день Ашура Прощает грехи прошлого года Поэтому только мы вышли, братья мои Из Дульхиджа Где поклонялись Также Аллах дал нам другой подарок Дал другой подарок Поэтому уважаемые братья В конце что хотел сказать Тот, кто хочет Враждовать с Аллахом Бороться с Аллахом Соревноваться с Аллахом Он обязательно проиграет Он обязательно проиграет Один халик Один Аллах Поэтому тот, кто хочет Издеваться над религией Он и в этой жизни проиграет И вечно его ждет Зеленейшее наказание Аллах Субхану и Тааля говорит В Кабре, в Барзахе Фараон И его ковм И его народ Будут ночью и днем И утром То есть на протяжении Барзахи до суда дня Их будут наказывать огнем Когда наступит судный день Фараон и его народ Ведут более сильнейшее наказание Вечное наказание В этот момент Когда он увидел Ангела смерти Гаргара Когда он Только в этот момент Уверовал Это не поможет ему Эта вера То есть когда он Его рух Покидает его Тело Его И его ведут В Джахнам Аллах Субхану не принял Поэтому То, кто хочет Создействовать с Аллахом Он обязательно проиграет И вот то, что Две недели назад Может быть вы видели Тоже ролик Когда один Иностранец Издевался над Кураном Прыгал на Куране И лил Спиртной напиток Над Кураном Когда мне прислали Я даже Чуть-чуть посмотрел И потом уже Так тяжело было То есть Неприятно это смотреть Я сказал Аллах Субхану Его скоро накажет Уже в этой дуне И так Мне прошло 2-3 дня Его нашли Я сам с Ульяновска В Ульяновске Человек Который Прыгал Издевался над Кураном Думал Его не найдут Хотел он замискироваться Но Альхамдулля Представители Альхамдулля Власти его нашли Альхамдулля То что у нас Есть закон То что нельзя Смеяться над чувствами Верующими Альхамдулля Он не в Европе оказался Он в России оказался Его поймали Посадили Он уже отбывает Своё наказание И в судный день Его ждёт болезнь Наказания Поэтому Субханаллах Когда человек хочет Неуважительно относиться К религии Аллаха Субхану ва-та-Аля Проявляет некое неуважение И так далее То Аллах Субхану ва-та-Аля Скоро в своём расчёте Поэтому даже вот То что вы слышали На прошлой неделе В Котельниках В Джижинском Были на позапрошлой неделе То что Так скажем Силовики Зашли Забежали В молили дом В обуви Субханаллах Тем самым Показали неуважение И Субханаллах Отвлекали от намаза То есть сбили намаз Становили молитву И так далее Субханаллах Таким образом Человек не должен поступать И сейчас уже Альхамдулля Наше тоже Духовное управление Московской области Занимается С властями Этим вопросом Чтобы в прессе Такого не повторилось Иншаллах И альхамдулля Помимо Саллах Субхану ва-та-Аля Хочется этому человеку сказать То что ещё Как бы Видно было Некий негатив Вы там Ноги моете в раковине И так далее Субханаллах То есть не должно быть такое Мы должны дружно жить Мы должны Альхамдулля Показать свой ахлях Свой гылкой И так далее Но верующий человек В такой момент Должен показать Как бы себя повёл Пророк Мухаммад Саллаху алейхи ва-салям И этот человек Должен как бы тоже Понимать то что Субханаллах Не то что В дом Аллаха В любой храм И в дом К себе домой Он так не заходит Можно посмотреть И обучиться этому У президента нашей страны Когда он заходит В мечеть Когда заходит В дом Аллаха Снимает обувь И так далее Поэтому Субханаллах Сейчас этим вопросом Тоже Альхамдулля Занимаются И сейчас идут Разные рассылки Там в интернет И так далее Нужно собраться Митинг проводить И так далее Около мечети Не поддавайтесь провокациям Уважаемые братья Поистине В акиде Ахлю сунна Вальджама Нету таких митингов И так далее Дом Аллаха Для того чтобы поклонялись Аллаху Просили дуа Делали поклонение Для того чтобы собирать Какие-то митинги Чтобы услышали позиции Позиции и так Ясна всем То что мы недовольны этим То что никто Не имеет права Заходить в дом Всевышнего Аллаха В обуви Нарушать молитву верующих И так все понимают И позиция нашего президента Тоже она ясна Когда он заходит В дом Аллаха Снимает обувь Уважительно относится К нашей религии Ко всем религиям К религии ислам К Курану И вот аль-хамду-ля То что две недели назад Посадили вот этого человека Такого в Европе Если там наоборот Поддерживают Когда там сжигают Куран Аль-хамду-ля У нас задержали И посадили его Поэтому аль-хамду-ля Будьте бдительными Не поддавайтесь провокации Делаем дуа И прошу Аллаха Субхану и Та'ля Чтобы дал баракат всем нам И сделал из числа Обрадованных рай Судно денег Жизакам ла-хайру Саллаху аля Набина Мухаммад Аля алиху Сахаби жмаин